Ну что, ребенка уложили, я вышел на улицу, Дима вызвал Uber, едет ко мне, а я иду его встречать. Мы едем в Келлис Корнер, угол Келли, какой-то паб в Нью-Брандсвике, честно говоря, первый попавшийся. Если не понравится, там в округе еще 4-5 есть, так что, если что, сменим локацию. Я иду ждать. Очень хорошо, ты помнишь? Да. Я сделаю небольшой репорт. Репорт к жене? Нет, к моим друзьям. Угу. Угу. В общем, мы в Uber. Мы едем, мы едем в Нью-Брандсвик. Это просто по прямой, по Истана-Веню. И там где-то слева будет вот этот Келлис Корнер какой-то. Ну, судя по фоткам, стрёмно я забегала. То, что я и хотел. Местный Гэндель. Но меня радует то, что там в округе еще есть несколько, если что, всегда можем сбежать. Ну, если там махач какой-то начнем и перебежим. Участник полиции, да, надо было. Или госпиталь, да, ближайший? Нет, там должна быть церковь, где всегда можно укрыться, как в один дом. Какого-нибудь Святого Петра и Иосифа, я не знаю там. Там какой-то есть, кстати, в Нью-Брандске. Ну, вот. В общем, едем. Сколько снялось? Уехал водитель. А, да, у них там есть в Uber, у них есть это табло. Надо, кстати, подумать насчет... Ну, по крайней мере, когда мы в Нью-Йорке ехали, там в такси было сразу... высвечивалось тебе там 5, 10, 15 процентов чаевых. Так, а вот, Керрис Корнер, вот он, через дорогу. Он нас далеко завез. Ну, выглядит, конечно, стрёмно. Ирландская какая-то тема. Черт, ну, чтоб ты понял, со всеми этими кругами 11 баксов. Выглядит такое себе. Ну... Клевер везде, слушай. Пошли мимо и давай по курю постоим на доме. Лишний раз, да? Может, мы сейчас по курю, короче, на мысе придется, и он нахер будет. Давай, зайти-то по-любому зайдем. Да, по-любас. Зеленый свет, значит, ход есть. Все. Ну, вот. Это не Bud Light, это какой-то IPA. Это какой-то IPA. Там показывают... Там показывают... Показывают, кто это такие. Про разные группы. Про разные группы показывают. Собственно, у нас тут есть с нами громила на этом. На чем? На разливе. Вот. Да, типичный. Это все помещение, которое здесь есть, да. Барная стоечка, и вот там есть ватчила даже. Водки какие-то, ромы есть. Вот. Но пиво есть, вот IPA есть, это хорошо. Вот тут ребята играют в дартс. Вот. Дартс. Вот. Там, наверное, это классический музыкальный этот аппарат, который надо там кидаются. Хорошо хоть не с пластиками. Да, кстати. Жаль, что не с пластиками. Кредиткой, наверное. Кредиткой, да? Там савань. Да. Ну и то, наверное, рестором, да. Ну, судя по человечку, да. То, наверное, рестором. Ну, судя по всему, это ирландский паб. Потому что здесь вот Гиннесы есть. Всякие. Гиннесы, Ариш. Тост. Кстати. Да, кстати. У нас вот когда-то опоздали до десяти влечер. Шатались пикапом. Пытались просто бутылку мискику. Прием? Да, да, да. Не, я смотрел, здесь есть эти магазинчики, которые там до одиннадцати работают. Влечеры? Да. Вот по самоседу... Сейчас я тебе расскажу одну историю, как я сюда приезжал в Нюбранцвик. За бухлом. Так. Какие-то ариши. Ну, вот... Потому что, в принципе, ты по местам меркам снимаешь регалы. Да, да, да. Так и есть. Представь себе, что у нас чувак в палатке с оболонь. Сидит с телефоном и снимает это все, короче. Ну, если он приехал из Ирландии и снимает... Местный забыл друг от друга. Когда его смотришь, это чувак. Да. Ну, короче... Там за углом в здании вообще бухать можно. Вот тут нашивка полис даже где-то есть. Ну, в общем, да, я хотел Гэндаль, я получил его. Я хотел регалку местного. Это то, что надо. Отличный паб. Пять звезд я отставлю. Скассовый аппарат, смотри какой. Old school. Видал? Не, ну круто. Вот тут даже вот заиграл Offspring. Группа моего детства. Дизайнер сбил. Conspiracy want free of charge on the internet. Не может быть. Вот. Такую музыку здесь ставят. Ну, это круто. Вообще. Где бы, где бы у нас ставили Offspring вообще в барах? Ну, если палатки обалют, то все платишь. А тут никто не платьет. Тут оно так. Вон, Декстер Холланд. Шансон, да. Шансон, да. Ну, что, пройдемся. Ха-ха-ха. Пойдем. Так. Когда мы пытаемся выбрать снеки. Или сэндвичи. Рич against the machine. The machine. Шансон. Шансон. Так. А что тут есть вообще? Это одностороннее? А, нет. Тут еще что есть. Брекфаст. Ну, я думаю, брекфаст нам не подойдет. Как бы мы сюда завтракать не приехали. Ха-ха-ха. Ну, что, ну, вряд ли брекфаст. Ты же не одесса. Ха-ха-ха. Видно? В основном в Одессе там, типа, у нас завтраки, блядь, с 8 утра до 11 вечера, блядь. А, ну, это прекрасный завтрак. Не, вот я смотрю, дабл бургер есть. Шаус сэндвич. Вон, дабл бургер with cheese. $75. From the grill. Ты, кстати, не монитор не ездишь? Вкус английский. Нет. Нет, ты иммигрант. Не, не видел ничего. Я чувствую, что мне национальный кейсер-блокарь работает. Так, короче, я хочу какой-то вот с сыром. Бургер. Вот, бургеры и чипсы. Слушай, за доллар. Одна четвертая паунда. За доллар 75 вместе с сыром. Отлично. Мой вариант. Шикардос. Я сегодня, короче, пытался... Шикардос. Все равно остается. Ну, что можно вернуться? Два поколения, это лет 50. Так, это у нас что у нас? Чипсы и какой-то бургер. Бургер. Кто-то... Чипсы и какой-то бургер. Ха-ха-ха. Давай есть, да. Сидим. Еще сидим. Ну, мы вязали по гамбургеру. И вот... По третьему бокалу пива взяли. Хорошо. То, что я хотел. Тот самый Гэндель. Самый интересный контингент. Все белые. Несмотря на то, что Нью-Бранцик мне показался довольно-таки миксиканским городом, вот именно вот это место, а-ля Ирландский паб, я не знаю, все белые. Вот. Вот. Прекрасная музыка играет все время. Какие-то и Металлика играла, и Green Day, и Range Against the Machine играл, и куча еще всего мне известного, и некоторых нет. Вот. Прекрасно, прекрасно. Сейчас еще уговорю Димона в дартс поиграть. Вот там, вот дартс. Алис и Чейнс, между прочим. Кому-то тоже это скажет о чем-то. No excuses. А вот. Прекрасно. Отлично еще. Вы слышите, что все поют? Там все подпевают эту песню. Уже не подпевают. Как-то я не вовре включил видео. Короче, видимо все знают, все знают Элис и Чейнс. No excuses. No excuses. Не, я когда-то слушал их в своей молодости, но так, чтобы знать эти песни наизусть. Пойдем в дартс наград. Пойдем в дартс наград. Это туалет. Вот такой вот туалет. Ну, вот тут есть даже бумага и и что-то еще. Ну, дверь расписана, как всегда. И закрыться тут нельзя. Блин. Ну, будем так. Будем так ногой подпирать. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Никто не зашел, и уже хорошо. Давайте мыть руки. Вообще прекрасно. Трудненькая пошла. Помойте мне спинку, пожалуйста. И не хотите, как хотите. Вообще крутяк. Вот такие здесь туалеты в местных пабах. Хотя я видал лучше. Заиграл Овстринг. Гон Уэй. Короче, пол первоночи. Пол первоночи, а народ не расходится еще. А? Шесть минут сейчас будет. Шесть минут. Слушай, шесть минут. Вон, 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 вон. Вон, вон, вон. Вон, вон. Больше в местных не было. Мы как-то один раз в Руквенском какие-то чувакам. Местные реально прикольные. Вот, кстати, местные я не знаю, просто не видно. Ну, кстати, появились... Ну, сзади два черных чувака, которые, может быть, не столько их снимали. А ты думаешь, их разыскивает полиция? Он парчит как от охреннего башня. Он такой, типа... Блин, у них больше внешних понтовок. Я чем больше смотрю, тем больше. Ну, блин. Давай не будем их снимать. Я не буду их снимать. А знаешь, что прикол их? Их невозможно снимать в темноте, потому что их не видно. Да, как черную кошку в темной комнате. Короче, все. Пол первоночи. Лучше не произносить. Да, мы вот вышли из угла Келли. Я надеюсь, они не знают русскую речь. Я не понял, что они стрёмные черные ребята. Ну, к пол первого ночи появились первые черные. Да, но, извини меня, ребята... Смеркалось. Белые, довольно вежливые. Да, они все вежливые. И, усевшись не на то место, быстренько уступили... Вот это, кстати, очень интересно. Что-то нравится в штабах? Мы вышли наперекур, а... Сидят какие-то уже два красавца на наших стульях. Да. Ты даже не говоришь, пальцем показываешь, что это мое. И он все-то встает и бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-ссори. Да, чувак извинился, они ушли. Да, это было очень толерантно. Хотя, обрати внимание, это просто рогаловка какая-то. Ну, как рогаловка, это крутой паб в сердце Небранцевика. Ты про вот эти, бля-ть, пол квадратных метра вывезли, что крутым сделал, собственно. Ну, то, что там клевер, наверное. Хотя ирландцы не отличаются какими-то, я не знаю, там, вежливостью. Вот, короче, 6 минут, мы ждем такси. Холодно, блин. Холодно, блин. Жизнь каких-то с морозильников минус 60. Ну, как я слышу последние три месяца. Когда меня спрашивали два года тому назад, есть ли у вас вообще лето, вот я больше всего начинаю ржать над этой темой. У вас вообще лето. У них лето есть, но оно совсем другое. Чуваки, у нас зима не такая, блин. Ну, блин. Дыб-ды-бады-мане. Вы более закаленные, чем вы. Все, ждем такси, нафиг. Поехали. От Орт-чанч. Поехали, пожалуйста, есть ли это правильный адрес? 1 JFK Boulevard в Сомерсене. Нет, нет JFK. Нет, в Кеннеде. 1 Фрактленд Boulevard. Нет, 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 нет. Это правильный адрес. Удачи. Удачи. Ну, это второй адрес. Удачи. Да. Что это сказали? Это второй адрес. Первый адрес – Кеннеди, второй адрес – Ворсферн. Да? тут разница блин пару баксов я давно туре он сначала меня зовут у тебя мы будем проезжать мимо давай сейчас будем проезжать сюда поездка со всеми кругами обладает 30 баксов, но сейчас просто пару баксов, а то что он продупит я уже не знаю, что будет неадекватно неадекватно а мы адекватные естественно конечно мы же нормально разговариваем, понимаем да, мы же по-русски нормально говорим ты видел ролик там, где общаются американец и британец они друг друга не понимают, еще звонит им на телефон русский нет? нет я тебе скину как-то ссылку мне нравится как это все закончилось то есть мало того, что они друг друга не понимают оберегается вообще в шоке нахера он единственный, кто говорит нормально по-английски и его индус начинает спрашивать ты говоришь по-английски? ну я уже сейчас не буду, чтобы этот чувак не слышал, а? ты говоришь по-английски? он говорит по-английски он говорит, а ты говоришь по-английски? оберегается уже вообще в шоке у него единственный английский давай я его сейчас направлю подъехать Он сказал, что я водитель, но если по-русски правильно перевести, то что он сказал. Короче, мы посидели, выпили по четыре бокала, да? Такие четыре, по три. Четыре? Три. Это значит, что ты совершаешь свои возможности. По три бокала, значит, выпили по Гамбурге или еще чего. Гамбурге или-или-или, съели. Церковь Святого Иосифа. Вот, и заплатили за это 43 доллара. Я не буду видео выкладывать куда-то? Я, да, своим пацанам буду выкладывать. Я надеюсь, они меня не знают. Они меня не знают. Нет, они тебя не знают. Мама, ты его не знаешь. Ну, это же кайф вообще, мороженое. Блин, вообще, конечно, довольно крутые вот эти вот одноэтажные домики, да? И которые отдельно стоят. Я тебе скажу так, что... Они стоят, так сказать, по три в месяц. Я смотрел. Они крутые, часто выглядят внешне. А когда я вот ездил искал жилье, то они выглядят бараками. Двухэтажные, отдельный дом. Да, вот. Довольно круто. Вот эти вот... Они есть одноэтажные неплохие, а есть одноэтажные настолько приземистые, что у нас вот такие казармы строят. Вот реально, как с крадящими норами такими. Ни света, ни ничего. Маленькие брустверы такие, и все. Вот это печально. А внешне все они выглядят неплохо. Кстати, для меня надо отметить нюанс. Подвыпеши на такси в штатах, я еду уж точно первый раз. Чаще всего я либо драйвер, либо... Вот... Вот я бы сейчас сориентировал, вот куда заехать. Да и не просто. Слушай, видят меня какие-то будут недозрения. Вот здесь вот направо было бы прекрасно на ЖК Боливар, но... Он объясняет, что вопрос не в том, что он понимает, куда ехать, а вопрос в том, как заказ построить. Вон мой дом слева. Я понимаю, но заказ построить по-другому. Он же... у него чаржит именно с заказа, который у него в системе. Окей. Саммерсет маленький. Слушай, тут между моим отелем и твоим уже в будущее бою. Можно пешком пройтись, да. Кеннеди, который я видишь на Франклинах катаюсь. Слушай, еще такая фишка главная. Франклин Кампус, да? И при этом Эф Кеннеди. Я вечно этот Эф с Франклином путаю. Да, он Финджеральд Кеннеди. Тебя называется Кампус Франклин, но при этом он Финджеральд Кеннеди. А, потому что это Франклин Дауншип. Франклин Дауншип, но Финджеральд Кеннеди. И ты вечно едешь на хрен на Франклин Бульвар. А вот почему? Ты за мной туда же ехал? Я ехал за тобой на Франклин Бульвар вместо Кеннеди Бульвара. Потому что F автоматически от JFK путал именно с Франкеноматистом, а он вообще-то Джонатан Фиджерал в Кеннаде. Джон Фиджерал в Кеннаде. Да. Окей, едем. Мужика? Мужика сейчас. Сейчас снимем мужика. Если по-русски переводить, что он говорит, мне похуй, я водитель. Сейчас, секунду, я его из фоторужья щелкну. Поверну камеру. Ну, я камеру повернул, но только ничего не видно, кроме его шапки и грузного затылка. А там лицо не очень отличается. Не слышу. Как ты думаешь, что он думает, когда мы говорим сзади на неизвестном ему языке? Думаю, какие-то тупые чурки. По-любому. Эти чурки здесь мы точно не мыть. Я думал, он себя чувствует некомфортно, когда сзади говорят на неизвестном языке и еще ржут. Пьяный с перегаром. Ну да. Еще он должен говорить спасибо. Вот он, мой родимый Боттл. Который уже не работает. Это не больно-то и хотелось. Если бы хотелось, можно было там. Да. Кстати, тут МАП работает до 12. Мы уехали в пол первого, там еще чуваки в танц играли. Хотя написано, что он до 12 работает. И еще какие-то с ними барышни. Обратите внимание. Там, кстати, барышни сегодня были вполне адекватные даже для Украины. Я был удивлен вообще. Впервые видел белых. Там жирность не было. Какие-то хуленькие, нормальные, все белые. Ребята на нас, конечно, так смотрят, а-ля плечо выставив. Я говорю, что говорит, они помаиваются. Но барышни вполне не плохие. Какие-то вообще завалили шоты, нахерячили шоты вы смыли. Они, да, вообще пришли какие-то левые, да. Пришли, тупо шот, 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 шот и пошли куда-то. Да, да. Им, походу, не хватало чуть-чуть. Догнались. Догнались, телы. Так, вот это у нас поворот как раз на Homewood Suites. Вот он, родненький. Ой, я что-то его помню. Что-то его помню. Как, как, как много в этом слове. Homewood Suites by Hilton. Мой номер был вот здесь. Да, скажи. Ностальжи. Ностальжи. Вывеска. Но, такое. Я бы здесь не серьезно. Отель наш. Мой. Мой, да, да. Наш кампус. Наш кампус. А, вот. Завтра оформить все эти вещи. А, здесь. Угу. Отель наш. Вот он. Кэндалл Вуд. Кэндалл Вуд. Кэндалл Вуд. Кэндалл Вуд. Кэндалл Вуд by что-то. Сьютс. 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 Ну что, давай. Если что, до завтра. Я там еще буду. Да. Но мы завтра в Нью-Йорк планируем. А, окей. Тогда посидал. Да. Все. Все вам счастливо. Сейчас мы должны вернуться. Вот. Но моему водителю все равно. Он молчалив. И трудолюбив. Все. Водитель довез меня. До дома. Будучи неразговорчивым. Но он отлично разговаривался, когда я ему дал доллар на чай. Чай. Тысячу. Благодарствий. Пожелание хорошего вечера. И прочее, прочее. Сейчас ночи. Хух. Вот такой был вечер. Прекрасный. Все. Я дома. Пора спать.